Сейчас будем жарить вот этот стейк, посмотрим, как он получится, Андрей потом скажет, как он на вкус. Здесь, в общем, там в комплекте идут специи вот такие, а еще оливковое масло. Я спросила у Андрея, Андрей сказал, что перец не нужно добавлять, так как он острого вообще же не ест у нас. Ну что, котик, давай пробуй. Это то мясо, которое типа самое дорогое, которое мы нашли, да? Которое стоит 50 баксов. Так, давайте так, сочно. Сколько мы его жарили? Ну, до 10 минут. Там написано было 10-15 минут. Ну, мясо мягенько протыкается. Но оно сверху такое ужаренное, видишь? Я боялась, чтобы оно не было. Да, граммы ушли у него. То есть уже, еще мясо стало дороже, потому что если вы приготовите его, граммы улетучатся. Ну что, попробуем мяско, которое ужарилось, но которое стоит до хрена. Что, чувствуется? То есть можно было его жарить еще до 10 минут, как написано в инструкции? Вот так где-то 7 минут примерно, да? Вот там в инструкции написано 7, жарить 10-15 минут. Вкус отличается, капец. Да? Стоит своих денег все-таки? Стоит, не стоит, но вкус отличается. То есть оно мягче, да, получается? Оно жуется вообще, я переживал, оно не резина. Но там было написано филе миньонов. Вообще не резина, то есть настолько мягенькое. Офигеть. Вот что теперь делать? Понимаешь, потому что после этого... Тебе уже не захочется другого, да? Не, ну оно тоже вкусное, но слушай, это прям, оно аж тает во рту. Я привык, что говядина, это всегда жесткое мясо. Ты должен... Мы когда-то покупали Ашановское, это вообще, ребята, жопа. Оно не жуется, там такая одни жил, ты... Короче, вы выплевываешь. Потом мы нашли им другое мясо, фирменное. Оно в 100 в 3 раз дороже, 300 гривен где-то. 350. Ну, получше. Но знаете, вот после этого... Надо смаковать так вот так, наверное. Вкусно, да? Поймешь, оно жуется. И вкус как будто... Не то, что шашлык. Точно-наче, причем без соуса. Тут не что-то, давай, вот те специи, которые были, да? Только соль. А потом еще был перец, но перец... Перец, перец не добавляй, потому что я перец не люблю. Перец он, да, не любит сильно. Офигеть. Если бы ты ел мясо, попробовала бы. Офигеть, какое оно вкусное. Единственное, что стоит, типа? Ну, все, котик, туда приятного тебе. А еще там риса делаю, но думаю, после мяса ты уже рис... Оно стоит, как дешевое мясо в ресторане, вот так вам скажу. Вот стоит, как дешевое мясо в ресторане. Только ресторан теперь у вас дома, да, тебе. Офигеть вкус какой. Приятно. Это нужно попробовать, ребята. Кто любит, попробуйте. Потратьте 300 гринцу из Украины. Кто ел какая-то телятину, офигеть просто. Филе миньона. Вчера, ребяточки, наш эксперимент с квадрокоптером не удался. Потому что ночь была на улице. Сегодня вышли на улицу, когда день. Сейчас будем пробовать запускать его здесь. Котик, ты же его отстроил, нормально? Сейчас мы откалибруем его. Каждый взлет я смотрел. Обязательно нужно... Калибровка, не ада? Клево-эдрон, да. В каждом взлете сказали, обязательно. Я включил режим дебила, 30 метров. Что, что? Сладцаем вот так вот. Что ты включил, котик? Режим дебила. И говоришь. Это очень странно смотрится. Мне тяжело луки крутить. Мне легче вот так самому подниматься. Карусель, карусель. Ставим точку дом. Дом это у тебя где, если что? Вот, я поставил. Сохранил. Типа он сюда должен прилететь? Все, оно сохранилось. Он должен сюда прилететь? Да, если вдруг что. Проверяем, что если он улетит, чтобы он вернулся домой. Если у него пропадет сигнал. Ну, у меня сейчас стоит режим дебила, поэтому... На 30 метров он только может, да? Ну, если даже что-то с ним пойдет не так, он придется домой. Очень страшная штука. Ребят, я ее боюсь. Ну, вроде бы все. Итак. С Богом, как говорится. Уключаем запись. Ну да. Пришли хоть что-то увидим. Запись пошла. Боже, мне страшно. Ну, видишь, опять что-то за глюк словил, да? Приват, аэропорт. А-а-а. Здесь аэропорт. Не знаю, что аэропорт? Да. Надо, может, идти подальше. Ну, видите, как хорошо, что он показывает, что здесь нельзя запускать. Я даже не могу его вырубить. А, просто, может быть, намекнули. Может, нельзя котик здесь был? Давай, пустим его. Проверим. Давай. Все. Давайте посмотрим по карте. Этот. Нет, до аэропорта здесь далеко. Приземление удачное. Оно, может быть, не показалось, что Валера, типа, ты помнишь, он рядом. Тогда аэропорты далеко, а самолеты-то летают, котик. Я видела, как крыло попадает. На видео. Было. Поэтому аккуратно. Итак. Значит, вправо, влево. Он очень резкий. Так, я хочу по-другому отстроить. Я хочу не так опуститься. Останови пока запись. Смотри, по крайней мере, уже вверх-вниз пока спокойно. Сейчас мы сделаем отстроечку. Хоть только на меня не полети, боя его боюсь. Вверх. Он летит, ребята. Котик, аккуратно, только сильно вверх не лети. Котик, не лети сильно вверх. Ты что? О, вот это техника. Гэн-то крэл. Кот, ты же помнишь, он может летать 70 км в час, поэтому аккуратно, если что не нажми. О, Андрей пошел вверх. Аккуратно, может самолет лететь, котик. Да, до 30 метров, а до 30 метров. Вот, все, максимум флайновый. О, отлично. И куда ты летишь? Что там? Чудо в небе. Надо строить диджойстики, чтобы они слабее работали. Сейчас снимем вот так. О, увеличить. Увеличить. О, камера так хорошо увеличила. Руки немножечко трусятся. Только в дом не полети. Андрей, в общем-то, нажал функцию вернуться домой. А ну? Опустится или нет? Он не понимает, где он. А, вроде что-то летит. Да, 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 опускается. О, хоть это понимает. Ну, все. Да, кот, ты научился уже, да? Ну, чуть-чуть, да. Посадив вчерашним опытом. Ну, как говорила мама первой блинком, а мне ничего страшного. И как? И наш валерьщик приземляется. Укратно, машина. Все? Все, приехали. Ну, что, пробуем теперь все-таки что-то поинтереснее? Ой, я не знаю, котик. Ну, а что делать? А ты потом начнешь кнопку домой, типа? Ну, если он ушел, ну, да. Ну, тут самолеты летают, котик, если что. Проверяем снова, кнопка домой работает. Ставлю точку. Это дом. Да, сохранилось. Что на английском говорит? Убираем режим Валеры. Да, я готов. И откалибровать, да, его надо? Я откалибровал, нормально сейчас. Так, дистанция, лимит. Ох, мне так страшно. Лимит до пяти тысяч километров. Хоть пока стоит. В смысле до пяти тысяч? Ну, до пяти тысяч километров. Хоть ты что. Давай поставим, ладно. Давай два километра поставим. Пока что. Максимум. А я боюсь, котик. Может, не надо? Ну, шо, бля. Как говорил Господь, пойдем в лес. Ну, там деревья, котик, аккуратно. Ну, шо? Может, не в лес? Только вернись, пожалуйста. Ты ж помнишь, надо выше, чем над деревьями. Я бы на твоем месте пока здесь получилась, об на нем. Ну, где-то сейчас здесь полетаем. Лучше здесь, не надо туда далеко лететь. Проверили мы дрончик. Он летает. И возвращается домой. Еще нужно настраивать, настраивать. Ну, последний, еще рашним нашим испытанием. Понял? Первое, то, что нужно для него, ну, максимально побольше места. Густой, чтобы над ним не было неделями ничего. Хотя сегодня ветреный. Да, сегодня ветреный. На улице. Единственное, нужно поставить по поводу батарейки. Потому что, когда у меня было 30%, он уже хотел сесть где угодно. А я такой, ой, Валера, домой. А он не домой садится, он садится где угодно. И Андрей пришлось управлять им. Да, я бы уже управлял им. В общем-то, сейчас закинем на зарядку его. И все. Просто у нихера все суши какие большие. Телефон. Пока котик там видео монтировал. Коплера, я уже суши налепила. Не такие, конечно, как в ресторане. Ну, котик, приятного аппетита? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok